Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я, Джордж Вудс, настоящим заявляю, что это моя последняя воля. Все мои предыдущие завещания не имеют силы. Продолжение следует... Вы хотите, чтобы завещание огласили спустя 10 лет после вашей смерти? Обычно так не делается, но я не вижу причин. Давай. А если к тому времени найдут Мону? Тогда огласишь в тот же день. А конверты? Зверих как можно скорее. Я понял. Открыть через 10 лет. Стэйси! 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 ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ Алло. Скотт, это Чарли. Чарли, что тебе нужно? Ты получил письмо от адвоката дяди Джорджо? Да, и что? Нам нужно поговорить. О чём? О твоей жене, Моне. Говори. Я нашёл её старый снимок. Подумал, тебе интересно. Хотя, знаешь, я покажу его в доме. Пока. Стой, стой. Чарли. Фильм Дженнифер Хуллум. В ролях Джули Ольгард, Джастин Рэй. Эван Боймал, Майк Маолучи. Джейн Эдвина Сеймур, Джек Дейс. Шелби Лайон, Джош Мэттсон. Ларри Баттлер, Дэбби Шеридан. Эмили, Анита, Шах. Алло? Нет. Да, я вернусь, как только огласят завещание. Скажи Джейкобу, что я приеду на матч. Да, просто сначала мне нужно разобраться с делами. Люблю тебя. Дэбби Шеридан, Дэбби Шеридан, Дэбби Шеридан. Эй, это же дядя Чарли. Вот только он нас не заметил. Дэбби Шеридан. Оператор Джек Шефер Авторы сценария Р.С. Хилл, Лиза Хаген, Дженнифер Хулум Режиссер Дженнифер Хулум О, мистер Пирсон Он самый Как я рада вас видеть Знаю, давно не виделись Простите за беспокойство, но такова воля мистера Вудса О, не стоит извиняться, я всё понимаю К тому же это дом Джорджа О, входите же, входите Продюсер Ховард Лам Стэйси Я так рада тебя видеть Я тоже рада, Брэнда А кто этот прекрасный юноша? Это мой внук Джефф Он был вот таким, когда вы виделись Да Со смерти Джорджа прошло больше десяти лет Похоже у нас есть целые выходные для воссоединения неблагополучной семьи Ну Что скажешь, Скотт? У меня нет времени на эту чушь Показать снимок, который я нашёл? Что это? Ты говорил про фотографию Моны Она в машине Потом покажу А эту малышку я нашёл тут Редкостная Тварь Соблазняла дядю Джорджа ради денег Я их однажды застукал Джордж давным-давно умер, Чарли И всё это в прошлом Кстати, спасибо за помощь на дороге Не за что Кстати Я на всех собрал компромат Готовься к викторине, кто из вудцев это сделал Я тебя ненавижу Всё в порядке Отлично О, да Это я снимала Кэтрин Помнишь это фото? Здорово Я как раз говорила Рэнди, что мы не собирались с того Хэллоуина Здесь столько старых фотографий Да, Бренда? Веди себя прилично, Чарли Так неинтересно Думаю, эта встреча будет куда веселее той вечеринки Спасибо, что приняла нас, Бренда Чарли, хватит всех донимать Посмотри-ка лучше сюда Видел её раньше? Видел Но потом она пропала Думал, дядя Джордж её выбросил Да, он хотел, но я её забрала Это я Я ведьма А кем был ты, Чарли? Каспером? Нет, точно нет Ненавижу Каспера Рэнди, не помнишь, кто был Каспером? Я? Нет Я был пьян в хлам Кажется, я всю вечеринку проспал Да, да, точно Пьяный, ты потом храпишь, как кабан Помню, я тебя в ту ночь отвёз домой Давай, давай Тише, тише Вот и пришли, всем пока Всё, садись Чёртов адвокат меня допрашивает, будто я преступник Если Наде ей ничего не причитается, нам нечего тут делать Да, согласна Я вообще не понимаю, зачем меня позвали Дядя Джордж никогда меня не любил Это ты, его любимый племянник, Рэнди? Ты и Чарли Да, но Чарли другое дело Он работал на Джорджа Я? Спроси Стейси Джордж ценил меня как работника, а не как племянника Нет, беру свои слова назад Я ни шиша не получал, когда у него работал Может, не стоит винить в этом дядю Джорджа? Ты все деньги тратил на кокс Старый пень задерживал мне зарплату Но ты потерял половину бизнеса Чарли, ты и меня подставил, помнишь? Я одолжила тебе деньги для той мутной сделки, но ты их так и не вернул Заткнись, Брэнда Я знаю все твои грязные секреты Не будем ссориться Не сомневаюсь, Джордж оставил всем понемногу И, конечно, мне тоже причитается... Возьмешь все его денежки с собой в могилу? Послушайте, мистер Кокаин Я забочусь о своем внуке Я пошел Я тоже Эй, Дашка Не обнимешь дядю Чарли? Потом, дядя Чарли Чарли Не трогай мою дочь О! О! Господи! Мы тут так давно не были Будем надеяться, она не рухнет Идем, Капуша Ой Господи Сам Капуша Раньше он казался больше Да, мне тоже Бедный Джордж Когда его жена умерла, я сказала, приезжай в любое время И он воспринял это буквально, он приезжал ко мне каждый вечер А потом ты обосновалась в его доме Он мой брат Я тоже его родственник Как и все мы, кроме миссис Джордана Скотта Я здесь только ради Надии Когда Мона Чтобы получить долю Надии Дядя Джордж надеялся, что Мона к этому времени появится Господи Боже Если она не появилась за столько лет То вряд ли приедет сегодня Я согласна с Кэтрин Мона пропала больше десяти лет назад Когда-то я считала, что она уехала на поиски матери Теперь я в этом не уверена Римма? Да Заходите Мона ни на шаг не отходила от своей матери Джордж сразу же купился на эти грустные глаза Я ненадолго отлучусь по делам Спасибо, что присматриваете за Моной По-моему, ее мать помешалась Я знаю, что у нее не было денег Кажется, она приехала из Ирана Джордж Она ведь совсем малышка Спасибо за сэндвич Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Уважаемый мистер Гудс Я не могу оставить Мону Пожалуйста, помогите ей Я хочу оставить ей это ожерелье Чтобы она помнила своих предков У этого ожерелья очень долгая история Его передавали из поколения в поколение 1975 год, Северный Иран Мать подарила мне его перед отъездом в Америку Но сейчас я должна вернуться на родину Дома никто не знает о Моне За рождение ребенка вне брака полагается смертная казнь Поэтому я оставлю ее с людьми, которым доверяю Если я смогу покинуть свою страну, то приеду за ней Твоя мама хочет, чтобы ты недолго пожила у нас Все хорошо, малыш Все хорошо Джордж относился к ней как к родной А потом мы съездим в город, посмотрим на ветраж И там очень красиво Он поступил как христианин Водил ее в церковь Помогал делать уроки, как родной отец Ну, как тебе? Еще птичек Что, еще добавим? Может быть, птичку на дереве? Нарисуй здесь птичку Или гнездо Птичье гнездо Да И птенцов в нем Джордж хотел отправить Мону в колледж Но появился Скотт и увез ее Оставь меня в покое Мне до смерти надоело жить в этой старой громадине Я уже не ребенок, я хочу жить своей жизнью Ты слишком молода для замужества Не указывай мне Ты мне не отец Мне 18, я могу делать, что хочу И могу жить одна Мона! Отстань, старый пень Мона, ему нужны только деньги Вот бред Кому нужны твои деньги? Отстань от меня Да, так и было Дядя Джордж просил меня разобраться с этим делом Твоя кузина Связалась с мужчиной с весьма Сомнительным прошлом Узнай о нем все, что можно Где живет? Кем работает? Кто его друзья? Родные? Нарой на него хоть что-нибудь Ты ведь об этом не знал Какой же ты мерзавец, Чарли Мона умоляла меня жениться на ней Сказать по правде Мона была беременна Хочешь? Тебе правда нравится этот скот? Не уверена, но я беременна Уверена, что от него? Я могу договориться об аборте Нет, я хочу этого ребенка Хочу узнать, что значит быть матерью Мама меня бросила, а тетя Стэйси никогда не любила Так что для меня это важно Как связь с матерью, которую я потеряла Однажды она пропала Никто не знал, почему Или всем было плевать Не трогай Швыряя картины, ты ничего не добьешься Я могу делать, что хочу Уже не можешь У тебя жена и ребенок Найди работу и помогай нам Не указывай мне, что делать Ты все время говоришь, как Джордж Да что с тобой такое Да что с тобой такое Мамочка Спасибо Я часто злилась на себя за то, что ничем не могла ей помочь И не могу ничего вспомнить Брось, Надя Тебе было шесть лет Я тоже не помню свое детство С чем займешься после школы? Не знаю Буду путешествовать Не знаю А ты? Хочу стать механиком Бабушка отправляет в колледж Но посмотрим Куда поедешь? Убегу в край теплый и чудесный Хочу уехать в рай Тогда советую Новую Зеландию Самый настоящий и чудесный рай Ездили туда с родителями Значит, это ты помнишь? Помню, что там было круто Но вообще я мало путешествую А я вообще нигде не была Если поедешь, возьми фотоаппарат Тот, что в телефоне, не подойдет Нужен профессиональный Настоящий фотоаппарат Они очень дорогие, Джефф Знаю Но когда я получу свою долю, то куплю тебе такой Подумаешь Ловлю на слове, кузен Купишь лучший Чарли, я так рада, что Надя выросла здоровой Надя – это лучшее, что могло случиться Надя – это жизнь Моне Она очень похожа на свою мать Ты просто мерзок Что у тебя было с моей женой? Я утешал ее, когда тебя не было Я всегда подозревал, что ты что-то от меня скрываешь Возможно Ах ты Успокойся, Скотт, не нужно драться Предмета вашей ссоры здесь даже нет Мы с Джорджем долго ничего не слышали о Моне И решили ее найти Да Все вдруг потеряли с ней связь Я прошу огласить завещание через 10 лет после моей смерти В надежде, что А. Моя дочь Мона появится Или Б. Ее дело будет раскрыто Похоже, дядя Джордж надеялся на чудо Если этого не произошло, решите между собой, как лучше поступить Все здесь Давайте попробуем Если большинство считает, что Мона мертва, вскройте конверт номер два Если вы с этим не согласны, продолжите читать завещание еще через 10 лет Я не собираюсь ждать 10 лет Я могу умереть Примите решение в соответствии с инструкциями Вудса Мертва или жива? Стейси, возьмите ручку Извините, Джефф и Надя, вы еще не достигли совершеннолетия Ясно Чарли? Рэнди? Кэтрин? Как ты думаешь, мертва или жива? Продолжение следует Бланк пустой, пятеро считают, что она мертва. Можно продолжить? Да, пожалуйста. А сейчас я должен выполнить распоряжение мистера Вудса. Оно связано с завещанием? Разумеется. Тогда продолжим. Пустой бланк меня не удивил, а лишь усилил мою уверенность в том, что все вы подозреваемые в убийстве. Что? Я не понимаю, о чем вы говорите. У каждого из вас был мотив убить Мону. Это не смешно. Это какой-то заговор? Ничего не понимаю. Рэнди, ты понимаешь, о чем он? Я ухожу. Формально я не член семьи и никогда не... Сядьте, миссис Джордан. Нет, вы член семьи. Как медсестра мистера Вудса, вы пытались сблизиться с ним. Даже хотели развестись с мужем, чтобы выйти за старика. А вот этого я не знала. А я знал. Но вашу идею отвергли, и вы винили в этом Мону. Вы считали, что она мешает вам сблизиться с Джорджем. Бессмыслица какая-то. Я не собиралась выходить за Джорджа. Я была просто подругой. Близкой подругой. Бренда, Ты просила меня хранить все втайне, и я хранила ради Джорджа. Но сейчас все узнали о твоей интрижке. Ну, хорошо, признаю. Мы с Джорджем были близки, но это не... Это не все, миссис Джордан. Мона попросила отнести ее ожерелье на оценку, и вы узнали, что оно очень дорогое. И вам в голову пришла коварная мысль. Я об этом и не подумала. Возможно, ты и есть убийца. Стэйси, я думала, ты на моей стороне. Прекрасная работа, мистер Пирсон. Отлично. Вы все ненормальные. У вас мотивы посерьезнее, чем у меня. Вы правы, миссис Джордан. Стэйси была выгодна смерть Моны. Вздор. После того, как вас отстранили от занятий, вы переехали к мистеру Вудсу. И пытались убедить его изменить завещание. Меня попросту подставили. Да. Джордж был моим братом. Он овдовел много лет назад и нуждался в женской заботе. Не вижу в этом ничего плохого. Есть одна проблема, Стэйси. Вы никогда не считали ее членом семьи из-за иранского происхождения. И думали, что ее поведение бросает тень на репутацию семьи. Не понимаю, почему Господь дал мне такое богатство. Жену и дочь. А потом... А потом забрал их. Сначала Флоренс, теперь Мону. Флоренс, другое дело. Она твоя жена. Мона тебе не родная. Она жила здесь совсем недолго. Тринадцать лет. И что я делал все это время? Работал и работал. Годы наркотиков и постоянных тревог. Я говорю откровенно. Не раз я хотела избавиться от нее ради тебя. Возможно, тогда вы решились принять меры. Вы просто безумец, мистер Пирсон. Уверена, Джордж сейчас перевернулся в могиле. Прошло уже больше пяти месяцев. Наверное, Мона попросту сбежала. Или уехала на поиски матери. А что, если все намного хуже? Что может быть хуже, Джордж? Мона – испорченный ребенок. Она отравляет тебе жизнь. Прекрати. Значит, ты уморила брата и убила его приемную дочь? Прекрати, Чарли. Это не смешно. Чарли, сказать по правде, я не могу доказать, что ты не причастен к смерти Моны. Не понимаю, о чем вы. Ну, как единственный работник, работавший в Вудс Корпорейшн, ты имел возможность сблизиться с Моной. Я любил Мону. Я обожал ее. Это что, исповедь? Успокойся, Скотт, дай закончить. Возможно, ты любил Мону. Но жажда денег была сильнее, чем жажда любви. Да у кого нет жажды денег? Мы здесь из-за нее. У тебя другой случай. Ты управлял половиной корпорации и боялся, что Мона заберет вторую половину после смерти мистера Вудса. Вы всего лишь адвокат. Я могу подать на вас в суд за нарушение профессиональной этики. Да, можешь. Но моя обязанность перед мистером Вудсом в том, чтобы наследство не было тем, что можно получить, а скорее компенсации потерянного. К чему вы? К тому, что ты подсадил Мону на наркотики, чтобы она стала зависима от тебя. Это вы ему сказали? А когда это не сработало, ты решил убить ее передозировкой. Ладно. Возможно, я давал ей наркотики пару раз. Но только когда было нужно. Я никогда не пытался устроить передозировку. Что, Чарли? Она несколько раз чуть не умерла от наркотиков. Заткнись, дрянь. У тебя тоже был мотив и возможность убить Мону. У меня? Спятил? Я была подругой Моны. Возможно, Чарли прав, Кэтрин. Ты заявляешь, что была ее подругой, но я не уверен, что все с этим согласятся. Скотт, ты ведь знаешь... Я слышал, что у вас с Моной были серьезные ссоры. Скотт, скажи что-нибудь. Я ведь защищала тебя, помнишь? Она мне изменяет. Что? Она мне изменяет. И не с кем-нибудь, а с Чарли. Что? Я точно знаю, что она с ним. Все, хватит. Стой здесь. Подожди. Ты спишь с кем-то еще? Нет. Неудивительно, что тебя зовут шлюхой. Бедный дядя Джордж принял тебя в семью. Ступай туда, откуда пришла. Дочь шлюхи тоже шлюха. Не осуждай моих родных. Клянусь, я превращу твою жизнь в ад. А еще я слышал о твоей королевской свадьбе. Ты была обручена с английским герцогом, но свадьбу отменили, потому что кое-кто грозился рассказать о твоей измене. Это сделал Чарли. Я так и знала. Нет, я тебя не шантажировал. Я просто нанял частного детектива для Моны. Чарли, посоветуй мне частного детектива, чтобы мог сделать хорошие фотографии. Зачем? Следить за муженьком? Да брось ты его. У него даже работы нет. Нет. Не за ним. За другим. Это отличный мотив. Ну, Мона Мстительная Дама. Буквально вижу, как она шантажирует Кэтрин. Я ужасно разозлилась, но клянусь, я никогда никого не пыталась убить. Мистер Пирсон, согласно вашим словам, любой может быть убийцей. Но помните, муж всегда главный подозреваемый в убийстве жены. Конечно, Чарли, я об этом знаю. Не смей впутывать меня в это дело, мерзавец. Я был невиновен, и невиновен сейчас. А ты адвокат, а не коп. Не надо лезть не в свое дело. Я всего лишь хочу быть объективным. Так посмотрим, куда приведет это расследование. Валяй. Но я не виновен. Как никудышный художник, ты не мог смириться с тем, что твои работы не берут. Гнев и раздражение овладели тобой, и со временем ты стал бить свою жену. Пошел ты, Пирсон! Я не обязан выслушивать твою клевету. Я уже говорил, что кое-кто другой причастен к ее исчезновению. КОНЕЦ Вы знаете, кто это? Моня, мои прекрасные ведьмочки, ты нужна мне каждую минуту. Я не могу без тебя. С любовью, Каспер. Нет. Каспер? Это что-то новенькое. Вы об этом знали? Нет. Кажется, я убила маму. Мне надоело, что она не обращает на меня внимания. Она часто просила меня сидеть на улице и ждать папу. А почему она просила тебя так делать? К ней приходил мужчина. Какой мужчина? Я точно не помню, но я была в шоке после того, что сделала. Что ты тут делаешь, малышка? Ты опустила пистолет, Надя? У меня частичная амнезия, и я многого не помню. Милая, у твоего папы никогда не было пистолета. Слышишь? Просто у тебя в голове всё перепуталось из-за травмы от потери матери в таком юном возрасте. Спроси у дяди Рэнди. Он психолог. Возможно, твой папа прав, Надя. Дети часто подменяют травмировавшие их события, чтобы справиться с чувством вины и потери. Они даже винят себя. Боже мой, какая скука! Может, продолжим? Иначе я уйду. Да, я тоже. Должна сказать, что я очень разочарована во всём этом. Я согласна, мистер Пирсон. У всех есть мотив, но завещание от этого не исчезнет. Что скажешь, док? Лично я думаю, что он это делает не ради Джорджа, а чтобы потешить самолюбием. Надеюсь, ты ему не подыгрываешь? Конечно, нет. Кстати, я знаю, кто Каспер. Не волнуйтесь, Каспер с вечеринки, а не похититель. Это ещё что? Свет погас только здесь. Там свет есть. Кто-нибудь может включить свет? Чарли! Его отравили! Чёрт! Хватит, Чарли, вставай! Я просто вспомнил фильм «Разгадка». Вы не смотрели? Уймись, Чарли. Мистер Пирсон, если вы не собираетесь читать завещание, мы уходим. Надеюсь, это не Джордж придумал. Серьёзно? Хорошо. Номер два. Чтобы иметь право унаследовать моё состояние, каждый из кандидатов должен пройти отбор по трём критериям, основанным на христианских ценностях. Я знаю, что Джордж ходил в церковь и жертвовал деньги, но не думала, что он был настолько религиозен. Первое. Ему исполнилось восемнадцать. Второе. Хранил супружескую верность. Хаб Джордж может говорить о верности. Он-то точно не был верен. Только вы это знаете, миссис Джордан. Бренда. Джордж был вдовцом, и формально это ты изменяла мужу. Я выбываю. Не волнуйтесь, вас там и не было. Ты и так получила этот дом. Чего ещё ты хочешь? Хорош, а? Дайте адвокату закончить. Третье. Не иметь судимостей. Ещё один готов. Меня не осудили. Это была подстава. Нужно было сказать об этом Джорджу. Поздняк. Вождение в пьяном виде – это мелочь. Все так делают. По-моему, это не преступление. А нападение на копа – уже преступление. Заткнись, Чарли. Не понимаю, почему ты меня гнобишь. Сначала сорвал мою свадьбу. Я уже сказал, это не я. Мистер Пирсон, они до утра так проспорят. Да, продолжайте, господин адвокат. Если наследник на момент оглашения мёртв, деньги не перейдут к его детям. С этим не поспоришь. Моему, зятю, Скотту Винтеру. Если Скотт не женился и соответствует вышесказанным критериям, он назначается управителем всего состояния, которое будет передано Наде в день её совершеннолетия. Дополнительные условия в другом письме. Всё состояние? Какой облом? Просто не верится. Сомневаюсь, что он передаст его Наде. Обязан. Так указано в завещании. Я это оспорю. Так было указано в завещании. Не делайте поспешных выводов. Прочтём лучше оставшиеся указания. На кону 20 миллионов плюс особняк. Нужно всё выяснить. Да, мы должны разобраться. Послушайте, если Скотт причастен к исчезновению Моны, он тоже выбывает. Господи боже, расследование закончилось больше 10 лет назад. Зачем ворошить это дерьмо? Полиция не нашла никаких улик против меня. Дело закрыто. Джордж был очень недоволен результатами расследования. Полная некомпетентность. Я хочу видеть детектива Бэхмана. Немедленно. Я здесь, мистер Вудс. Это мой новый партнёр, детектив Томпсон. Вы что-нибудь нашли, детектив? Джордж, мы закрыли дело. Скорее всего, ваша дочь уехала по своей воле. Проверьте её мужа ещё раз. Проверяли. У моего зятя был мотив и возможности. Он поднимал на неё руку. Мы всё это знаем, Джордж. Но без тела мы не можем предъявить обвинения ни вашему зятю, ни кому-то ещё. Хотя бы ещё раз съездите туда и обыщите дом. Вдруг вы что-то упустили. Мы провели расследование. Ни тела, ни оружия, ни следов борьбы. И поведение вашей дочери позволяет предположить, что другой, мужчина... Найдите его! Сделайте хоть что-нибудь! Мы не можем тратить время и силы на слежку за вашими беспутными родственниками. Если что-то изменится, мы сообщим. Возможно, я смогу осмотреть дом ещё раз, поискать улики. Не суйся на мою территорию. Я тут главный. Простите, Сара. А теперь, с вашего позволения. Вот как нужно ставить их на место. Мы тут главные. Мы закон. Не позволяй этим богачам тебя затравить. О чём ты говоришь, Стэйси? Детективы сто раз приходили ко мне после исчезновения Моны. Значит, прошло больше трёх месяцев. Да. С тех пор не было вестей? Нет. Всё чисто. Мы будем на связи. То есть, ты заявил об исчезновении жены только через три месяца? Я думал, что она вернётся. Не верю я твоим словам. Да заткнись ты! Ты меня обвиняешь, потому что наследство достанется мне. Я уже говорил, что тот, с кем Мона мне изменяла, её и увёз. Конец. Допустим, этот Каспер, или как его, сбежал с твоей женой. Тогда почему его здесь нет? Тут же можно сорвать такой куш. Ну, я... Не знаю. Может, он уже здесь. Это можешь быть ты, Чарли. Я? Зачем мне её убивать? Она мой пропуск. Как сказал адвокат, ты жаждешь денег. Ты надеялся получить всё состояние мистера Водса, но... Старик обдурил тебя. Ты меня не проведёшь. Я знал старика, как никто другой. Не знаю, как насчёт остальных, но ко мне полиция не приходила. Я знаю то, что ты предпочёл бы забыть. Кэтрин, ты тоже помнишь? Да, Мона просила нас молчать, но... Не знаю, что там произошло. Я не умею хранить секреты, но этот сохранила. Мона? Что случилось? У него пистолет. Он сказал, что убьёт меня. Только никому не говорите. Будет ещё хуже. Мне страшно, но я боюсь больше за Надию. Ты всегда можешь вернуться к Джорджу, Мона. Я знаю, что он примет себя. И Надию он любит. Я его очень обидела. Я сказала, что не вернусь ради его денег и не буду жить у него. Прошу вас, уходите. Я не знаю, врёте ли вы. И Лимона всё это выдумывала. Я же сказал, у меня не было пистолета. Но ты заявил об исчезновении только через три месяца. У тебя был вагон времени, чтобы избавиться от пистолета. Я говорил это миллион раз. В миллионный раз отвечаю, никаких улик против меня нет. А ты что молчишь, док? Скажи что-нибудь. Я бы рад, но мы с Моной почти не общались. Эй, не впутывай в это, Рэнди. Придурок. Репутация для него – это всё. Мы обсуждаем вещи, не имеющие отношения к делу. Но мы не позволим Скотту получить всё. Слишком многое на кону. Так мы ничего не добьёмся. Успокойтесь. Давайте сделаем перерыв. Выпейте, прогуляйтесь, займитесь чем-нибудь. Уходите. Я позову вас через полчаса. Привет. Привет. Я думала, мы союзники. И мы теперь пойдём друг против друга из-за этого завещания? Это же 20 миллионов долларов. Зачем тебе такие деньги? Я отдам их Наде. Я всего лишь управитель. Похоже, ты будешь смеяться последним. Ты забыл о моей услуге? Это благодаря мне ты остался в завещании. У дяди Джорджа обнаружили рак лёгких. Ему недолго осталось. А при чём здесь я? До старика дошли слухи, что ты бьёшь Монна. Он просит выяснить, правда ли это. Если я скажу, что это так, ты... вылетишь... из завещания. Ясно. И что я должен сделать? Ты должен... поделиться со мной наследством. Ну? Джордж так и не поверил этим обвинениям. Что он задумал? Да, отлично. Эй, Кэтрин, давай поговорим. Брось, Кэт. Я тебя не шантажировал, а ты это знаешь. И что? Я бы хотел всё исправить. Да мне наплевать. Ты знаешь, почему Джордж доверил деньги Скотту? Я думала, он его ненавидит. Понятия не имею. Надеюсь, у него не было Альцгеймера. Я думала, Джордж был в твёрдой памяти. Да, я тоже. Войдите. Дружище. Что я могу сказать? Я очень рад тебя видеть после стольких лет. Взаимно. Привёз? Что я просил? Конечно. Я ведь всегда выполнял твои просьбы. Пожалуйста, располагайся. Курить или нюхать? Я люблю нюхать. Спасибо, док. И про это не забудь. Спасибо. Ну, как твоя жена? Хорошо. Её отец помог мне стать политиком. Зачем тебе это? В следующем году баллотируйся в Сенат. Поздравляю. И, конечно, тебе не помешают денежки для компании. За ними я и приехал. Обидно. Думаю, этот подонок получит все деньги. Посмотрим. Не понимаю. Почему дядя Джордж так с нами поступил? Он мог не любить меня. Но отдавать все деньги этому говнюку? Такого я не ожидал. Я думаю, дядя Джордж решил кое-кого подставить. Нас? Меня? Нет. Я могу за себя постоять. Рэнди, помнишь, как мы были дружны в детстве? Я давал тебе идею, ты улучшал её. Так может, поможем друг другу, как в старые добрые времена? Вот. Будешь? Нет, нет. Мне на сегодня уже хватит. Я понимаю, о чём ты. Слушай, я... У меня есть план. Нет, Чарли. В детстве можно было проказничать, но теперь я доктор. И скоро стану сенатором. Деньги не помешают, но всё должно быть законно. Моя репутация должна быть безупречна. Нет, нет. Рэнди, ты всё неправильно понял. То, что я задумал, абсолютно законно. Подойди-ка. Привет. 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 Похоже, твой папа получит все деньги для тебя. Мне всё равно. Представляю, как разозлится бабушка. Слушай, Надя, меня потрясли твои слова про то, что ты убила маму. Нет, я так не считаю. Тебе же было всего шесть, ты бы не смогла. Я часто вижу этот сон, и мне кажется, что он что-то значит. Я думаю, это как-то связано с убийством. Может, твой сон хочет тебе что-то сказать? А вдруг? Вдруг ты видела убийцу? Никто не видел Чарли? Наверное, засел где-то и балдеет под кайфом. Чтобы он там не нюхал, проснётся он не скоро. Так, давайте продолжим, а потом расскажем всё ему. Значит, вы согласны продолжать? Да. Конечно. Продолжать. А сейчас, Надя, моя дорогая внучка, пройдёт небольшую проверку. От её ответа зависит, заслужил ли отец Скотт Винтер моё доверие. Что ещё за охота за сокровищами? Это ожерелье я оценивала для Моны. За него назначили хорошую цену, но она его не продала. Но Мона забрала свою семейную реликвию с собой. Что же это тогда? Может, она вернулась и отдала его дяде Джорджу? Но зачем тогда обманывать Надю и всех остальных? Это было бы очень странно. Я понимаю, что у каждого есть мнение, но позвольте продолжить. Да, конечно. Да. Надя, подойди, пожалуйста. Джефф, ты тоже. Надя, моя любимая внучка, вот мой вопрос. Это ожерелье твоей матери? Что задумал этот старик? Скотт, пусть Надя ответит на этот вопрос. Отказ лишит тебя возможности исполнять обязанности управителя. Эй, 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 док. Что ты делаешь? Отвечать должна Надя, а не ты. Нет. Это не мамина ожерелье. Ты уверена? Да. Мамина я видела дома. Дома? Я не верю. Джордж отдал его Моне в день совершеннолетия. Она очень любила это ожерелье. Ты сказал, что Мона сбежала. Зачем ей оставлять семейную реликвию? Ты ошибаешься, Надя. Ожерелье твоей мамы нет дома. Она взяла с собой все драгоценности. Я знаю, оно выглядит точно так же. Она напоминает мне о маме и бабушке. Что ты тут делаешь, милая? Мама, ты такая красивая. Спасибо, мое солнышко. А можно мне надеть твое ожерелье? Конечно, можно. Когда ты немножко подрастешь. И дедушка сказал мне то же самое. Ты скучаешь по маме, Надя. Я тоже скучаю. Да. Мне понравилось мамино ожерелье, но она не разрешила мне его надеть. Ты слишком юна для украшений. Это ожерелье твоей маме подарила и ее мама. Мы подарим тебе такое, когда подрастешь. Надя, если, по-твоему, ожерелье выглядят одинаково, откуда ты знаешь, что это ожерелье не твоей мамы? Я помню, что она оставила его дома. Ты в этом уверена, Надя? Да. Ух ты, еще одна загадка. Прекратить, шеф. Я ничего не понимаю. Итак, ты уверена, что это ожерелье не твоей матери? Да. Это так. Я уверена. Спасибо. Так, мне нужно, чтобы присутствовали все. Кто-нибудь может привезти сюда Чарли? Да, я скажу. Спасибо, Джефф. Продолжение следует... Чарли? Чарли? Чарли не было в его комнате. Я проверил другие, но... Что ж, без него мы не можем продолжить, так что давайте его искать. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Стэйси? Стэйси, это ты? Что случилось? Стэйси? Крутяк! Шикарная машина у дяди Чарли. Знаю. Кто ещё в нашей семье ездит на Порше? Она открыта? Да. Садись. Если найдём ключи, я тебя покатаю. Тебе не кажется, что для поездки уже поздновато, Джефф? Дай конверт. Идём. Скорей, бежим. Что случилось? Боже мой. Не смотрите на меня! Дядя Рэнди. С ним всё в порядке? Нет. Они оба мертвы. Нет, нет, она дышит. Она жива. Уверен? Отнесём её в комнату. Скорее. Нужно вызвать полицию. Или скорую. Хоть кого-нибудь. Здесь нет связи. А если из домашнего? Ах, да, я отключила телефон на время мёртвого сезона. Пусть кто-нибудь съездит на трассу. Нет, никто не поедет. Через 10 минут встречаемся в гостиной. А как же бабушка? Побудь с ней, сынок. Привет, Скотт. Проголодался? Что? Ответ твоей дочери меня заинтересовал. И меня тоже, док. Куда ты клонишь? Мне кажется, ты причастен к исчезновению своей жены. Очередное обвинение. Ладно, послушаем. Возможно, ты убил жену. Забрал ожерелье и спрятал его дома. Зачем мне его забирать, если я убил жену? Ты не хотел, чтобы её познали. Ожерелье уникально. Что если её тело найдут? Слушай, я знаю, что ты психолог. Но твоя версия безосновательна, док. Дело Моны закрыто. Да. Но открыто новое дело. Какое дело? Чарли что-то нарыл на тебя. И ты его убил. Я не убивал Чарли. Что ж... Если ты хочешь избежать обвинений, тебе стоит найти тех, у кого был более серьёзный мотив. Привет. Привет. Как бабушка? Жива уже хорошо. Могу я задать тебе вопрос? Конечно. Спрашивай. Ты уверена, что это не мамины ожерелье? То есть... Я это знаю. Но откуда? Я видела мамины ожерелье дома. Ты уверена? На все сто? Да. Абсолютно. Я видела его... уже после исчезновения мамы. Девушки отдыхают... Так. А в последнее время? Нет. А может быть так, что дедушка забрал ожерелье, а ты ответила неправильно? Мне всё равно. Папа, наверное, расстроится. Но мне не нужно это дурацкое наследство. Чарли был отравлен. Это всё, что я могу сказать после осмотра. Это цианит. Я видел такое на самоубийствах. Как, по-твоему, кто мог это сделать? О, боже. Стэйси была учителем химии. А она бы смогла. Тогда почему на неё напали? Возможно, Чарли пытался отбиться. А мотив? Когда Стэйси работала учителем, её обвинили в хранении наркотиков. И, естественно, Чарли обо всём этом разболтал. Дело против неё развалилось. Это не важно. Он ей навредил. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, если это не Скотт, то... Я не буду лгать. Это сделала Кэтрин. Она куда-то пропала и очень долго не появлялась. Продолжайте. Ну что ж, Чарли сломал ей жизнь. Бедняжка до сих пор не замужем. Она так и не сумела оправиться. А что насчёт Стэйси? Возможно, Кэтрин была не одна. Она ведь почти во всём полагается на Стэйси. По-вашему, они действовали сообща? Стэйси могла помочь Кэтрин. Но она уже в возрасте и просто не успела убежать. До чего же у меня испорченные родители? Да, мои тоже были. Иногда я даже радуюсь, что их нет. Не нужно позориться. Интересно, почему дядя Чарли не женился? Наверное, знал, что игра не стоит свеч. Самое интересное, что только он с нами разговаривал. Я не люблю своих родителей. Их вечно нет дома. Моих тоже. Но дядя Чарли добрый. Дядя Чарли, можно посмотреть фото? Привет. Нет, это не для малышей. Но хотите, я вас фотографирую? Да. Хорошо. Скажите, сыр? Сыр. А теперь помашем, чтобы быстрее проявилось. Держи. Джефф, можно мне? Давайте по очереди. Ты помахал, дай Надии. Молодец. А теперь бегите в дом, а то уже прохладно. Пойдёмте. А ты много помнишь? Да. Наверное, из-за его смерти что-то сдвинулось. Наверное. А конверт из машины дяди Чарли ещё у тебя? Да. Откроем его или отдадим мистеру Пирсону? Ты детектив. Лучше отдать его мистеру Пирсону. Пойдём. Спасибо. Кое-кто видел, как вы с Чарли говорили на парковке. О чём вы беседовали? Он спрашивал меня о том Хэллоуине. Эй, Скотт. Ты помнишь тот Хэллоуин? Что здесь происходит? Ты трус, Скотт. Ты на неё не смотришь. Я не удивлён, что она крутится твоей спиной. Ха. Да? А почему ты так печёшься о моей жене? Тебе что, потрахаться охота, говнюк? Тише, 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 успокойтесь. Пошёл ты, Чарли. Прикольный костюм, чучело. Отстань от меня. Пошёл ты, Чарли. Твои картины отстой. Я написал тебе в бензобак. Пошёл ты. Вы считаете, что у вашей жены был роман с Чарли? Да, но я не смог это доказать. Есть ещё причины для подозрений. Он звонил мне перед приездом сюда. Обещал привезти снимок Моны. Но так ничего и не показал. Дядя Рэнди, что ты тут делаешь? Привет. Хотел узнать, как у неё дела. И как дела? Должна прийти в себя. Хорошо. У меня больше никого нет. Но ей почти 70. Кто знает. Но я могу побыть с ней, если вы хотите погулять. Нет, мы лучше останемся здесь. Но спасибо, дядя Рэнди. Но мистер Пирсон хочет с вами поговорить. Хорошо. Я пойду первым. А Надя останется. Чарли был настоящим подонком. Он что-то замышлял. Стэйси что-то узнала, и он попытался её убить. Скорее всего, он был под кайфом и умер от передоза. Что-нибудь ещё? Нет. Кроме того, что он был настоящим подонком? Нет. Ты можешь мне доверять, Надя. Я психолог. Я видел много похожих случаев. Возможно, я смогу вернуть тебе память. Скажи, что ты видела? Я помню счастливое лицо мамы. Она прижала палец к губам. Мистер Пирсон? Да, проходи. Как бабушка? Ничего, ничего. Она с Надей и дядей Рэнди. Это хорошо. Послушай, я понимаю, что вам с Надей ещё нет 18. Я ни в чём тебя не подозреваю, но обязан задать. Знаете, я не должен был делать этого без разрешения, но так вышло. Хочешь о чём-то рассказать? Ну, мы с Надей нашли это в машине дяди Чарли. А ещё, я нашёл вот это. То есть, твоя мама радовалась, когда приходил этот мужчина? Ты можешь его описать? Хотела бы, но я его не помню. Да. Конечно. Потеря памяти. Но я помню странный сон. Мама даёт мне игрушку Каспера и говорит, что это наш секрет. Возможно, это послание от мамы. Она просит сохранить её тайну. Мне всё равно. Я ничего не помню. Это ключ от моей машины. Поезжай на трассу, где есть связь. А как же бабушка? Я присмотрю за ней, не волнуйся. Я быстро. Зачем ты сказала, что мамина ожерелье дома? Я сказала правду. Господи Боже, это неправда. Маминого ожерелья нет дома, детка. Но я его видела. Когда? После того, как мама пропала. Тогда где оно? Я не знаю. Я давно не смотрела. Видишь? Я же говорил. У тебя проблемы с памятью. У тебя в голове всё перепуталось, милая. Нет, не в этот раз. Да, конечно. Папа? Это ты убил дядю Чарли? Нет, не я. Чего ты взяла, что я убил Чарли? Почему ты задаёшь такие глупые вопросы? Не понимаю, зачем вы снова вызвали меня на допрос? Что дальше? Пытка водой? Я рассказала всё, что знаю. Хорошо, Кэтрин. Я вполне доволен. Спасибо. Будьте добры, позовите Рэнди. Буду признателен. Я думал, допрос окончен. Я рассказал всё, что знаю. Просто хочу кое-что прояснить, Рэнди. Вы считаете, что его отравили? Да. И чем больше думаю, тем сильнее мне кажется, что это Стэйси. Это я уже слышал. Но что могло заставить её возненавидеть Чарли так сильно, что она его убила? Чарли помогал Джорджу вести дела, но потерял половину денег. Стэйси так его и не простила. К тому же, Чарли никогда её не уважал. Допустим, но почему она так долго выжидала? Стэйси – женщина циничная, но умная. Думаю, она ждала подходящего момента. Сегодня он наступил. Понятно. Возможно, она неверно рассчитала время действия яда, и Чарли успел её ударить. Ещё кто-то мог быть причастен? Нет. А что? Просто любопытно. Я мог бы сказать, что это Скотт, но ему и своего дерьма хватает. А что значит «своё дерьмо»? Я только что узнал, что Скотт, вероятно, убил жену на глазах дочери. И как же вы это узнали? Я сейчас говорил с Надей. Я с уважением отношусь к вашей профессии. Так что расскажите свою версию. Это защитный механизм. Дети часто стирают плохие воспоминания, чтобы защититься от правды. Я уверен, что Надя видела убийцу. И, скорее всего, это Скотт. Бабушка пропала. Скотт, а куда все подевались? Не спрашивай меня. Меня не волнует твоя чокнутая семейка. А твоя дочь Надя? Она тебя волнует? А почему это ты вдруг заинтересовался моей дочерью? Просто я разговаривал с ней в комнате Стэйси, а теперь они обе пропали. Ну, женщины любят играть в прятки. Как моя жена. Понимаешь? Да. Скотт, одна моя знакомая коллекционирует картины. Она хочет посмотреть твои работы. Ты не против, если я вас познакомлю? Забудь, док. Вряд ли твоих друзей заинтересует художник средней руки. Зачем же ты так, Скотт? Ну, ты был отличным художником. Это было очень давно. Ты снова сможешь заняться искусством, когда получишь наследство. Надеюсь, ничто не омрачит твоё будущее. Ты о чём? Надя видела, как ты убил Мону. Да это полный бред! Надя страдает от посттравматического стресса. Она мало что помнит, но этого достаточно, чтобы заподозрить тебя. Это ещё больший бред! Но всегда есть ожерелье. Всё, хватит молоть чушь. Что ж, возможно, я смогу тебе помочь. Ну что ж, это последняя встреча перед возвращением домой. Не стоило мне приезжать. Надо было догадаться. Идём, Надя, мы уходим. Твои действия могут быть расценены как бегство с места преступления, Скотт. Нет, если я не виновен. Если не хотите стать главными подозреваемыми, оставайтесь на местах. А теперь... Положите руки на колени и не убирайте. Хорошо. Так. Нужно разобраться с завещанием, пока ещё кто-нибудь не умер. Я буду читать завещание мистера Водца, пока мы не найдём настоящего наследника. Но всё достанется Скотту и его семье. Знаете, меня просто надули. И меня тоже. Но я хотя бы жива. Прежде чем закончить с завещанием, обсудим смерть Чарли. Я считаю, что эти события тесно связаны. Напоминаю, сейчас я должен зачитать конверт номер три. Где Стэйси? Надия, моя дорогая внучка. Я знаю, что ты уже дала ответ. Права ты была или нет, это совершенно не важно. Но я хочу рассказать тебе об ожерелье, и ты поймёшь, что я имел в виду. Много лет назад я обратился к ювелиру с просьбой сделать копию. И эту копию подарил твоей маме на совершеннолетие. Надеюсь, твоя мама не узнает, что подаренное мною ожерелье не семейная реликвия, а реплика. После исчезновения твоей мамы я долгое время считал, что фальшивое ожерелье пропало вместе с ней. Искусная работа. Но, Наги, ты меня удивила. Мне нравится мамина ожерелье, но она не разрешила мне его надеть. Ты слишком юна для украшений. Это ожерелье твоей маме подарила её мама. Мы подарим тебе такое, когда подрастёшь. Но, дедушка, мама оставила ожерелье дома. Можно мне его надеть, если она не вернётся? Вот тогда я и заподозрил, что твой отец, скорее всего, убил твою мать. Потому что был уверен, что она ни за что не рассталась бы с семейной реликвией. И я просил выждать десять лет по двум причинам. Во-первых, чтобы подтвердились подозрения насчёт твоего отца. А во-вторых, чтобы ты повзрослела и стала достаточно сильной. Чтобы наказать человека, убившего твою маму. Папа? Признайся, Скотт. Твоя дочь тебя видела. Не мучайся. Господь примет твою исповедь, Скотт. Да. Да, это... Это я. Я убил Мону. Но это вышло случайно. Надя, что ты тут делаешь? Мама мне так сказала. Это был последний день, когда я видела маму живой. Цыплёнок с терияги. Хорошо, я приготовлю. Скажешь, если увидишь папину машину, ладно? Я долго на неё злилась из-за этого. И поэтому решила не предупреждать. Пойдём домой. На улице уже холодно. И когда папа вошёл в дом... Мона. Мона, открой дверь. Открывай. Мона, открой эту чёртову дверь. Грязная шлюха, я знаю, у тебя там кто-то есть. Открой дверь. Нет. 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 Нет, не надо, прошу тебя Прочь, грязная шлюха Нет Мона Нет Мона 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 Нет, 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 Мона Мона, дыши Надя Надя, все хорошо, малышка Все будет хорошо, слышишь? Я обещаю, она поправится Это несчастный случай Я... Надя Мона Мона, дыши Дыши Я так испугалась Кажется, я потеряла сознание Шок, страх, злость Это было слишком Я очнулась на следующий день в больнице и не могла вспомнить, что случилось Грустная история Надя Мне очень жаль Что ж Похоже, я единственный Кто подходит на роль управителя Не спешите тратить деньги, Рэнди Я не закончил Пора поговорить о смерти Чарли Мы уже нашли убийцу Папа Это ты убил дядю Чарли? Нет Нет А кто тогда? Хороший вопрос Сначала я подозревал трех женщин Мистер Пирсон Прошу вас Мы ведь все обсудили Мистер Пирсон Чарли угрожал рассказать моему мужу об интрижке Но мой муж давно умер И какая мне теперь разница? А как же, Стейси? Постойте Я видела, как она сыпала в бокал какой-то порошок И еще один свидетель Стейси была главной подозреваемой, когда я вас допрашивал Но из-за этой пуговицы я изменил мнение Мы нашли ее рядом с телом Чарли Думаю, Чарли оторвал ее от рубашки убийцы То, что я потерял, пугольцо И еще не делает меня убийцей, Пирсон Неудивительно, что этот индюк хотел меня видеть О, боже Второго розыгрыша я не выдержу Нет Это не розыгрыш Должен сказать, я и сам удивился Стойте, стойте Мы знаем, как это случилось Но Скажите, почему вы считаете, что Рэнди убийца? Ну Во время первого перерыва я решил, что Рэнди убил Чарли Но не успел убрать тело из своей комнаты Потому что я позвал всех обратно Эй, Рэнди, пора идти Это Джефф обнаружил, что комната Рэнди заперта Единственная из всех Чарли? Чарли не было в его комнате Я проверил другие, но... Ну, без него мы и не можем продолжить Так что давайте его искать Когда я отправил всех на поиски Чарли У Рэнди появилась возможность оттащить тело в кладовку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стэйси? Стэйси, ты там? Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это ложь Где Стэйси? Я здесь Тебя ударили по голове? Ты ничего не помнишь Это был не я, Стэйси Ты сама споткнулась Возможно, я слишком стара, чтобы запоминать стихи Но я достаточно молода, чтобы запомнить, кто пытался меня убить Мерсавец Нет, не пытайся валить всё на меня Все видели, как ты подсыпала порошок? Ты отравила Чарли, так? Это было снотворное Для меня А ну, конечно Ясно Все ясно Я следующий в очереди, и вы решили меня подставить Но в ваших расчетах есть одна ошибка У вас есть мотив? А у меня нет Я думал так же Пока не увидел эту фотографию На обратной стороне Напечатано даты и время Хэллоуинской вечеринки Как на фотографии, Стэйси Вы помните, как таинственным образом погас свет? В тот момент кто-то вспомнил злосчастного Каспера Кстати Я знаю, кто Каспер От меня не укрылось, что вы с Чарли о чём-то поспорили Чарли спросил меня про Каспера Скажи, кто был Каспером на вечеринке? Какая тебе разница? Просто хочу знать Уж не думаешь ли ты, что это Каспер Моны? Почему нет? Потому что это разные люди Рэнди Мажор Я без понятия, с кем спит Мона А признание Скотта добавило подозрение Он расспрашивал меня о том Хэллоуине Эй, Скотт Ты помнишь тот Хэллоуин? Плохо А что? Рэнди тогда пропал на час Я думал, он напился, и ты повёз его домой Чарли не поверил, что Рэнди и Каспер просто совпадение Кэтрин всё рассказала Я не был Каспером Моны Нельзя обвинить меня только потому, что я был в костюме Каспера Да, верно Нельзя судить по костюму Но Хэллоуин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, так кто он? Не твое дело. Зачем ты нас фотографировал? С ума сошел? Чарли хотел, чтобы Рэнди признался в тайной связи с Моной, чтобы связать Скотта с убийством Моны. Но Рэнди отказался. Слушай, я... У меня есть план. Нет, Чарли. В детстве можно было проказничать, но теперь я доктор. И скоро стану сенатором. Деньги не помешают, но всё должно быть законно. Моя репутация должна быть безупречна. Нет, нет, Рэнди. Ты всё неправильно понял. То, что я задумал, абсолютно законно. Подойди-ка. Послушай. Скотт слишком долго использует историю с похищением Моны. Чем раньше все узнают, что он её убил, тем раньше он сядет в тюрьму. Пора открыть правду. Признайся, что был игрушкой Моны. Так мы вместе выведем этого подонка из игры. Как ты узнал, что это был я? У меня свои способы. Допустим. Ну, как ты это докарыш? Есть железное доказательство. Врёшь. Не в этот раз. Ну так, покажи. Нет, пока не согласишься. Чтобы выбыть из борьбы за наследство? Нет уж. Избавься от Скотта, и я поделюсь с тобой 70 на 30. Поделишься? Я тебя понял. Но если выяснится, что я трагал свою кузину, я выйду из гонки. Твою приёмную кузину. Вряд ли моя жена и её родители это поймут. Рэнди. Рэнди, я... Я теряю терпение. Рэнди. Будь реалистом. Если ты не признаешься, я сделаю это за тебя. Ты мне угрожаешь? Нет. Что ты? Я... даю совет. Ты что, спятил? Ты сейчас уже не откроешь свой поганый рот. Добро пожаловать в мою полискомпанию. До встречи. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Мои выводы основаны на этом. Продолжение следует... Но... Женщина на фотографии определённо моно... Но мужчина... Его лица не видно. Он отвернулся от объектива. Совершенно верно. Ещё раз спасибо, Кэтрин. А теперь... Давайте вернёмся... К завещанию. Джефф? Это ты на снимке, Рэнди. И я могу это доказать? Пожалуйста... Будь так любезен. А когда это не удастся... Я с радостью приму твои извинения. Как и сказала Кэтрин... Мужчина отвернулся, и его лица не видно. Но... В правом углу... Зеркало. Конечно, снимок мал, чтобы разглядеть, чьё это лицо. Но... Если... Скачать... Приложение Лупа... И с его помощью... Увеличить фотографию... Но... По-моему, это Рэнди. Рэнди... Поверить не могу. Какой позор. Ты Каспер. Скотт. Ты... Ты чёртов Каспер. Ты чёртов Каспер. Господи! Я поклялся, что убью того, с кем она мне изменила. Скотт. Прости, Скотт. Прости. Прости прощения у женщины, которая умерла из-за тебя. Тварь. Какая же ты тварь! Да будь ты проклят! Скотт. Ты не понимаешь дело в другом. Нет! Ты заслуживаешь смерти. Деньги или смерть? Я выбираю смерть. Папа! Всех�rey. Звучит. Папа! Папа, мне так жаль. Малышка, всё хорошо. Всё хорошо. Ты ни в чём не виновата. Твоей мамы больше нет. Она ушла, она уже не вернётся. Она никогда не вернётся. Никогда не вернётся. Всё кончено. Капа, мальчик. Надя. Ожерелье, которое ты видела, оригинал. Мистер Вудс хотел, чтобы его передали тебе. Как он обещал. Капа, мальчик. Where's me? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вот и вспомнил, как твоя кузина получила все деньги и исчезла. Девушки отдыхают. 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 Девушки отдыхают.